Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Всю весну, когда я выкладываю свои видеоролики, мне идут вопросы. Зачем вы высаживаете два корня в одну лунку? Потому что если вы видели мои видео, то вы заметили, что все-все посадки томатов я делаю два корня в одну лунку. Раньше у меня не было времени, а сейчас я немного разгреблась с посадками. Сейчас я вам подробно-подробно объясню, удовлетворю любопытство тех, кто этим интересуется. И расскажу о всех преимуществах, почему же именно я сажу два корня в одну лунку. Ну, во-первых, конечно, первая причина это экономия. Экономия всего. Ставлю одну палочку между двумя в одну лунку, подвязываю одной веревочкой один раз, одной веревочкой второй раз. Потому что вот как нынче 700 кустов я высадила, даже с лишним. Три подвязывания за сезон, это мне надо 2100 ниточек. Это ужасная сумма. А если я общей ниточкой буду подвязывать, то всего веревочки мне нужно будет 700, так же как 700 колышков. Экономия места в теплице это второй вопрос. Потому что вы видите, что, ну как, у нас сибирский регион и хочется побольше растений своих запихать в теплицу все-таки. И чтобы ряды были вот такие широкие, чтобы можно было спокойно рыхлить, пасынковать, ходить. Они, видите, выглядят компактно. Тут два растения в лунке и тут два растения в лунке. Между ними широкий-широкий проход и такой же широкий-широкий проход еще у нас посредине. У меня получается три дорожки хорошие, широкие, добротные, по которым можно спокойно, по которым ходить, пасынковать, подвязывать. Все. Вот это да. Это вот все экономия, экономия, экономия. Теперь о самих растениях. Многие говорят, ой, что так густо, ой, что так часто, будет им тесно, будет им темно. Но я вам сейчас объясню и вы, возможно, кто, как сказать, разбирается в растениях, тот поймет. Многие вот высаживают одно растение вот так, привязывают его и дальше гонят его в два-три ствола, а иногда и четыре. Так что нет никакой разницы. Или вы, например, посадите один куст и у вас будет три-четыре ствола, вот здесь вот дальше четыре растения. Или я посадила два растения и формируя его, например, в один ствол, получается, что у вас два-три ствола, что у меня два-три ствола, но только ваши два-три ствола на одной корневой системе, а у меня к двум стволам предлагается две корневых системы. И вот два корня выкармливают, например, два ствола. Ясно, что с таким формированием, с такой посадкой это растение будет сильнее, чем то, которое на одной корневой системе сидит три, а иногда и четыре ствола. Вот это преимущество, которое я заметила, я вот начала так высаживать, и мне понравилось. Получилось, что на одной палочке, в одной луночке две корневые системы кормят два ствола. И то же самое вы можете при посадке, например, в один ствол, эти же два ствола у вас будет кормить всего один корень. Ну, ясно, если логически помыслить, какие будут урожайнее и крупнее и больше помидоры, у которых две корневых системы или одна на три ствола. Вот это преимущество посадки две лунки в одну, потому что есть даже способ, некоторые, ну как, есть разработки, что можно даже сразу два растения в стаканчик садить, надрезать стебли, сращивать их, потом одно растение обрезать, чтобы было две корневые системы на один корень томатов. Но я, конечно, до этого не дохожу, до таких уж сильно полунаучных методов. Я просто сажу две, два кустика, два растения в одну луночку. Все. Надеюсь, больше вопросов не будет, потому что высаживаю в открытый грунт, спрашивают, зачем две садите в одну лунку. Высаживаю в теплицу, опять спрашивают, зачем садите две помидорки в одну лунку. Вот теперь все объяснила. Конечно, сначала первая причина это жадность, от жадности. Хочется больше кустов запихать в теплицу, хочется побольше, побольше всего. Ну а другая причина, что так более здоровый, быстрее приходит урожай. Но считайте, что как будто я два ствола одного томата выращиваю на одной палочке. Только у этого томата два корня. Все. До свидания. Сейчас покажу, как выглядит моя теплица сегодня, 11 июня. У нас дожди. Слышите? Дождь идет третий день, поэтому я могу работать только в теплице. Пришла обрезать лишние листики. Все. Томаты очень хорошо развиваются. Те, которые посажены, буквально все уже, и даже верхние, эти завязи у них, верхние кисти сформировались. Все, все у нас идет прекрасно. Сейчас буду помаленьку отвечать на все ваши вопросы. У меня времени теперь побольше свободного. Потому что некоторые обижались, что я оставляю вопросы без ответов. Представляете, высадить такую ораву и уже какие-то надо подвязывать и посынковать. Не обижайтесь. Времени у меня очень было мало. Теперь буду больше снимать видео, отвечать во время видео уроков на все ваши вопросы. Заходите на мою страницу в Одноклассниках, потому что я еще выкладываю и статьи, не только видео. Набирайте Ольга Чернова, 56 лет, город Биск, Алтайский край. Там все, все, все о моих посадках. Фото почти ежедневное. До свидания. До свидания.